Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Мне будет очень приятно, если ты сейчас подпишешься на мой канал. Я буду просто самой счастливой на свете, пожалуйста. Если ты до сих пор не подписан, то сделай для меня эту услугу. Просто нажми одну кнопочку. И сегодня у нас долма учпаджи, у нас это называется. Это то есть голубцы три сестры, а по-русски просто фаршированные овощи. Очень вкусно, это просто нереально вкусно. И давайте приступим, не будем терять время. Мне тут под прошлым видео одна подписчица написала, что у нее вышла реклама YouTube премиум. То есть платишь за подписку на YouTube, и реклама не всплывает. И она спрашивала у меня, что в таком случае блогеры не получают деньги за просмотры. Она просто хотела купить эту подписку и спрашивала у меня, то есть выгодно ли нам это. Кто не в курсе, в YouTube есть функция. По-моему, 10 долларов в месяц, и тебе не всплывает никакая реклама. А нам, блогерам, за это платят. И платят так, как будто вы просмотрели эту рекламу. То есть, например, у вас всплывает реклама. Вы можете либо ее пропустить, либо просмотреть до конца. Вы, например, нажимаете пропустить. Правильно? А если у вас YouTube премиум, то есть вы заплатили за эту подписку, то будет считаться, как будто вы посмотрели эту рекламу. И мы зарабатываем, следовательно, больше. Но! Вот чисто по-человечески. Я бы не купила. Вообще, я заметила, что все вокруг становится платным. Раньше бесплатно слушали музыку. Какими-то приложениями пользовались бесплатно. Просто посмотрев рекламу. Люди, чтобы не искать рекламодателей, например. Зачем это надо? Искать, им угождать. Показывать рекламу. Им, конечно, всем проще. Просто, чтобы зрители платили за контент. И все. Больше ничего не надо. Проще этого никуда. Одно время было, помню, модно делать платный контент для некоторых подписчиков. Например, ты покупаешь платную подписку на блогера. Например, в месяц выходит больше видео, за которое ты уже платишь. До меня никогда это не доходило. В смысле? Я могу бы смотреть рекламу. Мне не сложно. Но я не готова платить за это. Даже там, я не знаю, возможно, я осталась где-то в 2010-м. Но до меня еще никак не доходит, что ты должна заплатить за свет, за газ, не знаю, за коммунальные услуги. И еще ты должна заплатить за любимый сериал, за YouTube премиум, за программу редактирования фото. Ладно, там, знаете, программы для монтажа, которые ты покупаешь единожды, а потом пользуешься до пенсии. А другое дело, на постоянной основе тебе постоянно надо платить за это. Да ну нафиг. Ну, хотя дело ваше. Если вас настолько раздражает реклама, вы можете купить эту подписку, но я бы не стала. Дело тут не в моей выгоде. Мне как-то даже выгоднее, если вы купите, но я сужу по себе. Мне кажется, потихоньку, скоро будет не только музыка платная, а, например, как в Америке. Смотришь какие-то пиратские материалы, за это какая-то будет ответственность, штрафы. И потихоньку, чтобы посмотреть фильм дома, просто лежа на диване, мы будем платить. Печалька. Реально печалька. Потому что в телевизоре все было бесплатно. Хотя нет, нет, я вру. В телевизоре тоже. У нас, например, кабельное телевидение было. Я не знаю, как сейчас это называется, но мы за канал оплатили. У нас еще там был каталог. В общем, были 18 плюс каналы. Они вообще дорого стоили. Можно было их тоже включить. Папа один раз. Не помню, куда он ехал. По-моему, в Киргизию. Если меня смотрят из Киргизии, огромный привет. У меня папа долгие годы ездил в Бишкек. И, в общем, в один из дней папа сказал, сколько можно платить за это кабельное телевидение. Давайте я соберу все свои деньги, все монатки, и мы купим нормальную антенну. И, короче, он поехал в Киргизию, оттуда привез какую-то супер навороченную антенну. Знаете, антенна была с пультом. Ты, короче, сидишь дома и вот так вот. Ну, короче, нажимаешь и, получается, антенна крутится. То есть, сначала она смотрит в эту сторону и она ловит, например, американские какие-то каналы. Потом ты поворачиваешь там украинские. В общем, с пультом антенна крутилась. все вокруг соседи видели, как у нас крутится антенна. По-моему, это просто был маркетинговый ход. почему, знаете, она, например, смотрит влево и ловит, например, Баку. Потом смотрит влево и ловит Америку. Тогда какой смысл, что она крутится? Мне кажется, это просто был какой-то маркетинговый ход. Но соседи нам жутко завидовали. Думали, что мы смотрим все каналы, даже 18+, бесплатно. Постоянно спрашивали про антенну, что работает она у вас? Нет, ты, конечно, молодец. Меня папа зовут Севендир. Нет, ну ты, конечно, Севендир, молодец. Это ж надо было такую антенну найти. отхватить джекпот. Я бы не сказала, что прям прям все ловит. У этой антенны только был внешний вид. Просто показать соседям, что у меня есть антенна такая. и все такие шап-шап-шап-шап-шап, молодец. А по факту дурацкая была антенна, честно, вообще. В общем, папа нахваливал свою антенну, потом сосед такой говорит, привези мне тоже такую же. И папа такой думает, я привезу, он будет в шоке от того, как плохо работает антенна, начнет на меня наезжать, что зачем я заплатил за эту фигню. И папа такой говорит, а я все, уже в Киргизию больше не еду. Да. Теперь в другие страны. Сказал бы, раньше привез. Короче, вот так. Тогда у нас был частный дом. А здесь, по-моему, в новостройках даже нельзя антенну ставить. Видите ли, это портит внешний вид здания. У нас был одногруппник, он жил в очень элитном здании. И у них, прикиньте, на балконе нельзя ничего оставлять. Во-первых, здание находится в центре города. И, например, повесить свою одежду на сушилку ты не можешь на балконе. Балкон должен быть пустой, чтобы все здание выглядело одинаково, красиво. Ребята, это как-то многовато для меня. ты на свой балкон не можешь поставить то, что хочешь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас какие-то ограничения насчет квартиры. Конечно, я все понимаю, там нельзя перекрасить свой балкон. Вот у нас, например, здесь стеклить нельзя. Иногда, знаете, что думаю? хочется построить классный дом, сделать ремонт, жить в частном доме без соседей, без вот этих всех коммунальных услуг. Машину ты здесь остановил, заплати. Балкон не застекляй. Но проблема, знаете, в чем заключается? Главная проблема в городе земля стоит таких денег. Просто таких денег стоит. Очень дорого. Это проще купить две однокомнатные квартиры, чем купить одну сотку. Я говорю, прям в городе. прям рядом с метро. Во-первых, очень сложно найти участок, потому что частных домов очень мало. А там, где есть, стоят бешеные деньги. Хотя у меня парень постоянно говорит, зачем тебе, земля в городе? Не знаю, дача должна быть за городом, где-то на берегу моря. Я говорю, далеко от метро. И он мне всегда говорит, ты что, всю жизнь будешь ездить на метро? Достала уже с этим метро. так что вот так. Когда я жила в частном доме, я мечтала жить в квартире. Сейчас я живу в квартире, и мне так хочется жить в частном доме. Вот сейчас, у нас сентябрь. Мне девчонки отсылают, что они в куртках, в шапках ходят. Какие шапки я в футболке хожу. На улице и в шлепках. Вот сейчас можно попить чаек под деревом и самоваром. Если бы был частный дом. В общем, мои хорошие, на этом все. Всех люблю, целую. С вами Блайк Эмили. Не забывайте подписываться на мой канал. Возможно, для вас эта мелочь для меня безумно приятна. У меня здесь осталось, я наелась. Всех люблю. Пока!